Сегодня в Красноярске отмечается День Таджикской культуры. В честь этого в Доме Дружбы Народа проходит концертная программа. Пойдемте познакомимся с этим этносом и их традициями. Меня зовут Курбом Хакимов, активист Таджикской национальной культурной автономии Ватан. Сегодня мы уже ежегодно отмечаем наш праздник День Таджикской культуры в городе Красноярске. Сегодня для гостей, а также наших соотечественников у нас здесь представлена насыщенная концертная программа, выставка, мастер-классы, где каждый житель может окунуться в историю и традиции нашего народа. У нас самые вкусные блюда во всем мире. У нас есть национальная блюда, которую представляем вам чак-чак, самбусы. Они готовятся с рисом, с картошкой, с разными овощами. Кристина, ты знала, что в Таджикистане выпускается своя кола? Нет, ну, Степ, ну ты такая банальна. У них есть курут, вкусный кисноволочный продукт. Праздничная программа получилась насыщенной. Артисты исполняли песни на таджикском языке, играли на национальных музыкальных инструментах и танцевали в традиционных костюмах. В завершении гости праздника не упустили возможность танцевать на сцене. Инструмент называется сато, четыре буквы сато. Он является и таджикским, и узбекским национальным инструментом. Очень древний инструмент. Там в 13-14 века этот инструмент уже существовал. Струно-смычковый инструмент делается из тутового дерева. Этот инструмент я заказал в Ташкенте, в Узбекистане, и под заказ он мне готовил. Я два года ждал этот инструмент. Сегодня мы познакомились с культурой таджикского народа. В мире национальной музыки, песни и танцев. Школа межэтнической журналистики продолжает изучение этносов Красноярского края. Поэтому оставайтесь с нами и следите за новыми выпусками. Редактор субтитров А.Семкин